Москва и Киев Самый полный на сегодняшний день сборник стихов на украинском и русском языках о страшных днях войны написан авторами, чьи судьбы и творчество связаны с Украиной Презентацию книги устроили в формате телемоста 440 страниц, почти 300 стихотворений, 144 автора разных поколений Перед нами стояла задача оглянуться, перечитать произведения поколений участников Великой Отечественной их детей и внуков, актуализировать их в то время, когда общество устремляет в некое будущее с вымаранным, перекрученным, зашельмованным прошлым и невнятой, но ярой перспективой Выпущенная издательским домом Дмитрия Бурага в Киеве антология приурочена к 75-летию победы над фашизмом Издание состоит из трех частей Первое. Слово о родной матери Это стихи поколения участников Великой Отечественной войны Второе. Памяти бессмертная диорама Это стихи поколения детей войны И, наконец, третье. Все мы участники войны Это произведения внуков и правнуков Первым читателем стал знаменитый историк, академик Петр Толочка Написавший к антологии предисловие Мне бы очень хотелось, чтобы ее прочитали мои современники Особенно молодое поколение И особенно сегодня, в наше безнравственное время Когда в Украине, да и не только, и в Европе тоже Предпринимаются попытки переписать историю Умолить значение, а то и вовсе забыть Великий подвиг советского народа, сокрушившего фашистов В годы Великой Отечественной войны Название даже оказалось почему-то под запретом У нас уже не принято говорить Великая Отечественная война Война Сталина с Гитлером, война советско-германская Ну, как угодно Но только бы не Великая Отечественная война У нас вне закона по существу поставлены ее святые символы Этой войны И Красное Знамя, и Красная Звезда И Серпий Молот Это абсолютно аморально Потому что под этими символами боролись и умирали Наши деды и прадеды С тем, чтобы мы могли сегодня жить Действительно, одна из главных целей этого издания Не допустить переписывания истории Донести до молодого поколения Правду о событиях Великой Отечественной Сохранить память об общей войне Выход этой книги и сегодняшний разговор Это хорошая прививка от беспамятства От того, что стали забывать Что такое большая страшная война Поэтому появляются маленькие Не менее страшные войны И стали забывать вообще Кто эту войну выиграл Почему выиграл Благодаря кому Стараться рассказать об этом Нужно как можно большому количеству людей Я думаю, что это нужно делать Какими-то современными способами Книга это хорошо Но у книги сейчас должно быть еще Какое-то мультимедийное измерение Я думаю, что если мы поработаем Мы сможем это сделать Так в ходе телемоста родилась идея Создать своеобразный поэтический мост Между двумя странами По замыслу молодые студенты Или известные люди Прочитают несколько стихотворений Из антологии В Киеве на русском языке А вот в Москве на украинском Это строки о величайшей человеческой трагедии Это стихи о преодолении Огромного горя и о победе И здесь совершенно не важно На каком языке они написаны Тем более, что и русский, и украинский язык Они настолько близки Важно, чтобы эти строчки Мы смогли донести до людей Широкой аудитории новую антологию Представят на Красной площади В дни проведения шестого книжного фестиваля Ее презентуют в павильоне Истории Отечества Онлайн-трансляция будет доступна На официальном сайте Российского исторического общества Служба информации Фонда Истории Отечества